Я вам презентую цикл лекций, который называется «Агада» Вавилонского и Иерусалимского Талмуда. Когда мы говорим слово «Талмуд», обычно у людей первое представление, что это что-то... Во-первых, это какая-то огромная толстая книжка. И людям, которые так себе представляют Талмуд, даже не вдовек, что это как не одна книжка, а минимум 20-21. А по-хорошему вообще 63. И уж точно никому не приходит в голову, что это может быть что-то интересное. Обычно словом «Талмуд» называют что-то невероятно скучное и какое-то растянутое, много воды. Я попробую этот стереотип за несколько лекций сломать. У нас с вами сегодня вводная лекция в курс «Талмудической Агады». Было бы совершенно нелогично с моей стороны начать этот курс сразу с каких-то агадических сюжетов в Талмуде. Прежде чем мы познакомимся с самим Талмудом, его структурой, немножко поговорим о истории его написания. И только на десерт доберемся к финалу до какой-то вкусной Агады. В двух словах, забегая сильно вперед, почти на час, обгоняя собственную методичку, Агада – это некий рассказ. В нашем сегодняшнем представлении, кроме как Агадаш и Эль-Песах, у нас мало что вспоминается, а в современном иврите Агада – это вообще сказка. Так что ничего хорошего от этого перевода не ждешь. «Талмудическая Агада» – это некое сюжетное, практически литературное вкрапление в текст Талмуда, который сам при этом является, сам текст Талмуда является ничем иным, как стенограммой того диалога, который ведут мудрецы, выясняя закон. В принципе, их разговор мудрецов вряд ли может быть интересен широкой публике. Для этого надо было бы вначале понять предмет спора, предмет их разговора, какой конкретно заповеди идет речь, какие варианты выполнения этой заповеди теоретически могли бы нам прийти в голову. И тогда мы начинаем понимать лучше мнение мудрецов и почему они разделились, что хотел сказать один мудрец, что другой, третий, восьмой, их бывает несколько десятков участвуют в одном споре. Талмуд – это стенограмма их диалога, их спора, их аргументы, контраргументы. И, наверное, такой текст стал бы интересен только человеку, глубоко мотивированному, человеку, который глубоко в теме, которому действительно близко, интересно, о чем они спорят и как они это делают. Можно научиться спорить. Талмуд – это отличный инструмент, который обучает человека риторике, манере ведения спора, манере выслушивания собеседника. Как сказали наши мудрецы, взрослый отличается от ребенка прежде всего тем, что может сказать, я выслушал твою точку зрения, я понял твою точку зрения, но мне по-прежнему больше нравится моя. Ребенок, в отличие от вот такого взрослого, он даже не дослушав и не вникая, собственно, в точку зрения оппонента, он сразу говорит, ерунду говоришь, потому что прав здесь только я. И это изначально было известно, что я прав еще до того, что я сюда пришел. По факту своего рождения я уже прав. И вот в этой стенограмме, в этом споре мудрецов, периодически вдруг Талмуд приводит какой-то сюжет, вдруг появляются действующие лица, герои какой-то повести. И что делают вот такие литературно-исторические вкрапления в тексте Талмуда, мы попробуем сегодня за первую половину этого занятия выяснить для себя, чтобы в дальнейшем, когда нам скажут Талмуд, Мишна, Брайта, Тосефта, Агада Талмуда, мы не пугались этих слов и четко понимали, где что находится и какая у каждой из этих вещей цель, какое назначение. Как сказал бы, наверное, Парфенов, Тора – это то, без чего нас, евреи, невозможно представить, а еще труднее понять. Конечно же, наша история так или иначе начинается с дарования Торы. И вот когда мы говорим с вами слово Тора, обыкновенно мы представляем себе книжку на обложке, в которой написаны эти четыре замечательные буквы, мы говорим, ну не, ну Тору, Тору я читал. Ну а что там такого, я ее там за два вечера прочел, там тоже мне война и мир, ничего страшного в этом нет, Тору я прочел. Но мало кто из широкой публики задумывается, что то, что вы держите в руках книгу на обложке, в которой написано слово Тора, это не только не вся Тора, это почти ничего из того, что мы называем Торой. Я попробую вам привести один малюсенький пример, с которого, в общем-то, мы и начнем сегодняшнее исследование в мире Талмуда. В пятой книге Пятикнижая Маше Робейну, незадолго до своей смерти, обращаясь к еврейскому народу, говорит, когда вы придете в ту страну, которую Бог обещал вашим праотцам, и поселитесь в этой стране, о какой стране, надеюсь, идет речь, всем понятно, можно выйти на улицу и посмотреть, если вы забыли, где вы находитесь. Так вот, когда вы в этой стране захотите поесть мясо, говорит Всевышний, то режьте так, как я вас учил, и проверяйте это мясо так, как нам Всевышний заповедал, и высаливайте это мясо так, как мы с вами проходили. И ты можешь всю Тору перевернуть сверху до низу, вдоль, поперек, по диагонали ее прочитать, ты не найдешь в тексте Пятикнижая ни одного места, где бы Маше объяснял евреям, как резать, как проверять тушу и как потом высаливать это мясо. То есть тогда на что же он ссылается? Он говорит, что это пройденный материал, а мы нигде в Торе этого материала не видим. Ощущение, которое должно у нас возникнуть, где-то есть, наверное, второй том, а может быть и не один. Явно то, что я держу в руках не вся Тора, он ссылается на какой-то случай, и я описание этого случая в упор не вижу. То есть как же мне резать мясо? Вот я пришел в эту страну, вот я захотел говядины, Маше говорит, пацан, ты в курсе дела, а я не в курсе, я не знаю, куда смотреть, куда бежать. Объясняют нам мудрецы. Тора, которую ты держишь в руках, Тора, которая хранится в ковчеге, в арон, койдыш в любой уважающей себя общине, это цвиток Торы. Это далеко не вся Тора, это даже вообще почти не Тора. Это оглавление к тому, что мудрецы называют Торой. И так, как я вижу из самого текста, что где-то они учили законы шхиты, и где-то они учили законы бдики, и где-то еще они учили законы мелихи, мне объясняют мудрецы, что за 40 лет, в течение которых они находились в пустыне, мы привыкли говорить, что они получили Тору, праздник Шавуот, они получили Тору через 49 дней на 50-е после их выхода из Египта, что может быть проще. Но они на протяжении 40 лет ее изучали. И очевидно, мы должны сделать такой вывод. За эти 40 лет обыкновенный светский университет можно закончить 8 раз, это если параллельно не учиться на двух факультетах или в двух вузах сразу не обучаться. И очевидно, что за эти 40 лет у них был какой-то трехгодичный семинар о кашруте, потом, наверное, был какой-то четырехлетний шабатон о семейной чистоте, потом был, наверное, какой-то о шабате пятилетний курс, потом все сдавали диплом, двоечники на второй год оставались и так далее. За 40 лет они прошли все то, что нужно знать человеку для практического выполнения принципов иудаизма. А что тогда такое пятикнижие? Это оглавление, это чтобы ты не забыл, в каком порядке, где искать. Я помню, это было в такой-то главе. Где у нас такая глава, вот у тебя есть оглавление. А тогда что такое скрижали? То есть еще смешнее, скрижали это брелок. Брелок, чтобы я не потерял вот то оглавление к вот той вот торе, которую Маше преподавал в течение 40 лет. А где же мне искать объяснение о том, как Маше это преподавал на протяженности 40 лет? В течение многих веков и даже, скажем, смелее тысячелетий, информация, которую Маше в устной форме преподавал народу в пустыне, вот так же устно передавалась учителями своим ученикам из поколения в поколение. И это называлось устной торой. Мы с вами сейчас разберемся, в чем между ними принципиальная разница. Письменная тора – это Танах. Само слово Танах является аббревиатурой трех слов Тора, Невим, Ктувим. Это, собственно, пяти книжа, пророки и Писания. Заповеди могут находиться только в пяти книжах. В книгах пророков заповедей нет. И тем более в Писаниях точно заповедей нет. Танах описывает некую канву еврейской истории с массой вкраплений различных этических и законотворческих сюжетов от сотворения мира до начала строительства второго Иерусалимского храма, до восстановления еврейского поселения в Святой Земле после Вавилона медийско-персидского рабства, которая, как мы знаем, закончилась веселыми пуринскими событиями. Весь Танах написан на древнееврейском языке. За небольшим исключением в текстах поздних пророков появляются вкрапления на арамейском языке. Они используют некоторые слова арамейского языка. Например, у пророка Даниэля целая масса таких вкраплений. Но все же основной язык Торы, как пятикнижия, так и пророков, так и Писаний, это язык древнееврейский. В принципе, описание, история, которая описывается Танахом, если смотреть только историческую часть, то на какой протяженности историю описывает Танах? 3760 лет описаны в Танахе. Эта часть еврейской истории описана в Торе, пророках и Писаниях. Повторюсь, заповеди могут быть только в пятикнижии. В книге пророков я могу находить сюжеты, в которых я вижу, как ту или иную заповедь они выполняли при тех или иных обстоятельствах. Это может дать мне определенный материал для более тонкого понимания той или иной заповеди, а также масса примеров неправильного понимания тех или иных заповедей и нарушения этих заповедей. В разделе, который называется Ктувим, то есть, так сказать, святые писания, может быть, более известные нам по книге Тегилим, которая там находится, потому что Тегилим точно вы открывали и читали. Вот это Тегилим, это уже Ктувим. Там вообще никаких ни заповедей, ни рассказов о их выполнении мы почти не найдем. Это самая, если хотите, литературная часть Танаха. Там много поэзии и, собственно, книга Тегилим тому яркий пример. Хотя, очевидно, не поддерживает формат моей презентации этот офис, который стоит здесь на компе. Но, что непонятно, спросите, я вам прочитаю, потому что мне на экране видно лучше. Всего в Танахе входят 24 книги. Кем написаны все эти 24 книги в Танахе? Авторы всех этих книг пророки. Все они записывают под диктовку Всевышнего. Здесь нет работ мудрецов, здесь нет комментариев, здесь нет каких-то преломлений через призму личного, индивидуального восприятия того или иного человека. Вот как Бог ему диктует, так он и пишет. Из-за этого, или по этой причине, нередко мы видим в Танахе грамматические, орфографические, синтаксические ошибки и нарушение правил работы с вордом. То есть пророк пишет какое-то слово, и вдруг у него в середине слова заглавная буква. Или вдруг у него в середине слова буква меньшего размера. То есть явно где-то ворд скакнул, и пророк говорит Богу, давай выровняй. Тут извини, Всевышний, я тут вижу у тебя опечатка. Это слово пишется с двумя «с», а ты с одной мне продиктовал. Бог говорит, оставь, это евреям будет намек, потом Маше им объяснит, потом придут другие мудрецы, им тоже объяснят, что это ошибка, неточность, она с глубоким смыслом. И вот такое написание слова даст мне возможность трактовать данное слово двумя, тремя, четырьмя разными способами. Напишу я его грамотно, правильно, у него будет только единственное прочтение. Что же такое устная тора? Это не что иное, как толкование, то есть объяснение того, что написано только, что было в письменной торе. Я читаю какую-то фразу, что она означает. И напишешь эти слова на дверных косяках дома твоего. То есть по логике вещей надо вместо того, чтобы заказывать у сойфера Мизузу, брать маркер перманентный и начиная от порога прямо по дверному косяку писать, потом по притолоке, потом по другому дверному косяку спускаться вниз. Если не влезла, значит переноси на новую срочку и опять пиши. Значит все шма должно быть написано на дверном косяке. Но нет, мне говорят мудрецы, когда Всевышний говорит, напиши на дверном косяке, это свиток, который прикрепляется по правую руку от входящего помещения. И так или иначе мы приходим к пониманию сегодняшней настоящей кошерной Мизузы. Аналогично с твелином, аналогично с сукой, со свитком Торы, с цицитом, с миквой, с кашировкой посуды и прочее. Когда нам Тора говорит в шаббат, пускай у вас огонь в ваших жилищах не горит, то мы знаем, как жили люди, которые буквально восприняли эти слова. Эти люди назывались вначале тздуки, саддукеи, потом от них отошла, отчленилась еще более уникальная секта караимов, которые действительно в шаббат едят только холодную еду и сидят исключительно в темноте. И во вторе прямо написано, ну-ну-ну, шаббат, надо жмурки играть, нельзя, чтобы было светло. Шаббат в том числе. Но если мы говорим о классическом еудаизме, то этот тздукин, а потом оттуда отошли караимы. Шаббат никогда не были в еудаизме, не считая их насильственного обращения в еудаизм во времена Александра Яная. Но это другая история. Повседневной жизни живем ли мы с вами по пятикнижию или живем, скажите мне, христиане вообще уверены, например, что они живут по скрижалю. Сразу отбросим эту идею. Ладно, по скрижалям это уж слишком. Давайте, наверное, скажем, что мы живем по пятикнижию. Тоже нет. С тем же успехом, как мы не живем по скрижалям, мы не живем по пятикнижию. Может быть, тогда мы живем по Танаху. По Танаху мы тоже не живем. Мы живем исключительно по устной Торе, по той традиции, как понимаются эти святые слова, написанные пророками. А кто же тогда пишет устную Тору? А устную Тору пишут мудрецы. И вот тут маленькая деталь, на мой взгляд, экстра важного характера. Например, нам говорят комментаторы, что Маше самый лучший, самый уникальный пророк из всех, которые когда-либо жили на земле. Охотно верю, потому что 40 лет, не кладя трубки, быть на канале со Всевышним. Не вздумай бросать трубку, я не закончил, говорит Бог. И ты разговариваешь, 40 лет ты на канале, 40 лет ты в состоянии пророчества. Это никому из пророков не было ни ранее, ни позднее, такого не было дано. Но, как мы в иудаизме называем пророков? Мы говорим, Ишаягу Анови, Элиягу Анови, Даниэль Анови. То есть, и самый крутой пророк, самый важный пророк, это Маше. Почему вы нигде не найдете Маше Анови? Маше Навиэйну, вы нигде не найдете Маше наш пророк. А как? Маше Рабейну. Что в переводе означает Маше наш Рэбэ, Маше наш Учитель. Маше наш Равин, если хотите. То есть, достоинство Маше, при всем, при том, что он наилучший пророк, самым чистым каналом пророчества, достоинство его в еврейской традиции вовсе не в том, что он пророк, а в том, что он эти слова, которые он под диктовку Богом записал, он нам их еще и потом что? Объяснил. Чего не сделал ни один другой пророк. И поэтому мы, как говорится, любим его вообще не за это, а любим мы его за то и уважаем, чтим, дорожим его именем, что он нам объяснил написанное в его Торе, потому что, если бы не объяснил, он был бы действительно одним из пророков, самым крутым, но мы бы так и не поняли, что он хотел сказать. Он объяснил нам, благодаря его объяснению мы теперь понимаем Танах. И живут ортодоксальные евреи исключительно по устной Торе. Да, возникнет резонный вопрос, в какой же момент устная Тора перестала быть устной и была записана. Потому что мы сегодня с вами не найдем, чтобы учитель давал урок и сказал, не вздумайте ничего записывать, это устная Тора. До какого-то момента именно так и было. Ничего нельзя было записывать. В этом был весь смысл устной Торы. Чтобы евреи не вздумали бросить цепь преданий, чтобы учитель знал, если он не объяснит, это негде больше взять. Это просто исчезнет, пропадет. И поэтому учителя старались передать своим ученикам всю информацию, весь кладезь мудрости, которую взяли у предыдущих мудрецов. А те у своих учителей. А кто же был первый? Маше Рабейну. Мы так и читаем в Перке. Вот Маше кибель Торам и Синай. Маше получил Тору на Синай и передал ее Юашуа. Юашуа передал старейшинам, старейшины пророкам, пророкам, мужам Великого Собрания. Мы сейчас с вами посмотрим исторически этот маленький кусочек цепочки. Вот хронологическая табличка от Маше до Ахи Ашелони, до ученика царя Давида Ахи Ашелони. Это 2924 года подряд. Цепь преданий от Маше, Яшуа, Пинхас, Элия, Коин, Шмуэль от Эли, Давид от Шмуэля, Ахи Ашелони от царя Давида. Однако на этом цепь не прерывается. Учеником Ахи Ашелони является пророк Элиягу, Элиягу Анови. Он принимает эту цепь от Ахи. И дальше Элиягу Ахия, Илиша, Иояда, Захария, Оше, Амос, Ишаягу, Миха, Йоэль, Нахум, Хавакук, Цфаня, Ирмиягу. Мы пришли к концу эпохи, сказав слово Ирмиягу, мы пришли к концу эпохи первого храма. Ирмиягу предсказывает разрушение первого храма задолго до его разрушения. Однако, к сожалению, его пророчества оказываются верными. Народу не удается отменить злое предзнаменование и храм разрушается. Мы уходим в Бабилонский плен, а еще за 70 лет до этого в Ассирийский плен уходят 10 колен Израиля, которых мы до сих пор не можем найти. Период Вавилонского плена это ученик Эрмиягу Барух, это Эзра и, наконец, Раби Шимон Ацадик. Эзра это тот человек, который возвращает, было несколько алиот, но одна из самых кошерных алиот из Персии назад в Ассироэль, это алия под руководством Эзры Асофера. Его называют Эзра Асофер, мы о нем могли бы говорить, я лично мог бы о нем говорить часов 6 подряд, потому что иудаизм, в котором мы с вами сегодня живем, я сейчас скажу опасную вещь, но так как аудитория более-менее подкованная, можно рискнуть. Мы, вот положа руку на сердце, не можем точно сказать, иудаизм, в котором мы с вами сегодня живем, является ли это иудаизм Аше. Только надо поверить Эзре на слово, потому что Эзра говорит, честное слово, это точно такой иудаизм, как был до разрушения храма. Но проверить это нет никакой возможности. Эзра Асофер восстанавливает иудаизм на голом месте. Ему приходится сделать гораздо больше, чем Маше Рабейн. Маше выводит евреев из Египта, Эзра из Вавилона. У Маше есть чудеса, ман, вода из источника Мирьям, столб дыма, рассекаются моря, гибнут враги. У Эзры, как сказал бы Владимир Высоцкий, кроме мордобития никаких чудес, чудеса не происходят, ман не выпадает. Евреи ассимилированы до невозможности. Каждая вторая семья представляет собой смешанный брак. Половина детей незаконно рождены. У каждой, в каждой семье свой иудаизм. Надеюсь, это очень знакомая ситуация для Вас сегодня. В каждой семье свой иудаизм, причем он единственно правильный. Причем никто не обращает внимания на ту вещь, что в каждом этом личном иудаизме процентов 70 того, что там совершается, оголтелое язычество. Да, тут елка стоит рядом, ханукия. Ну, не прямо рядом, чтобы елка не загорелась, но близко. Да, и когда ребенок в еврейской школе говорит, а мне, говорит, святой Николай на хануку подарил, там, какую-то приставку игровую, то за голову хватаешься, боже мой, в каком мире мы живем, о времена, о нравы. Например, Эзра Асофер понимает, что ему одному не справиться. Моше было проще, у него были чудеса. У Эзры чудес нет. И он собирает первый в истории человечества Европарламент. Почему Евро? Потому что еврейский. Он набирает 120 мудрецов в организацию, которую называют Кнесет Агдула. Великое собрание, Великий Кнесет. А самих участников этого Кнесета называют Аншей Кнесет Агдула, Мужи Великого Собрания. Вот вместе с ними они вырабатывают концепцию ортодексального иудаизма. Каким образом они это делают? Маленький пример. Я не буду всю лекцию о Эзре, хотя, честно, поверьте, стоит того. Потому что я буду говорить потом еще об этом человеке, который сделает еще больше, чем Эзра. И тогда я скажу, что иудаизм, в котором мы живем, это даже не иудаизм Эзры. Потому что это иудаизм другого еще человека, который бьет себя в грудь и говорит, честное слово, как у Эзры было все. Так я все и сделал, как было у Эзры. Нам только остается сказать, ну а кому же мне еще верить, как не этим прекрасным людям? То есть надеюсь, что я не расшатал какие-то устои веры. Потому что в действительности, как утверждает Тора, как утверждает Алмуд, как мы увидим позднее, цепь преданий не была разорвана. Им действительно в последний момент удалось восстановить, как можно восстановить, я не знаю, там овечку долю из одной клетки ДНК. Вот так из одного Эзры удается восстановить весь иудаизм, а потом то же самое, ладно, проговорюсь, из Раби и Гуды и Анаси. Что делает Эзра? Если я вам расскажу, что он сделал, чего не было до этого, вы за голову схватитесь, потому что казалось бы, что так было всегда. Он разделил Тору на недельные главы, так не было раньше. Он заставил евреев в течение года прочесть всю Тору. Мало кто знает, что у него было два варианта разделения Торы на недельные главы. Был вариант разделения Торы на 53 главы, как у нас сегодня. Был вариант разделения Торы на 159 глав. Чтобы прочесть ее за три года. Чтобы пройти ее за три года. Не за год, а за три. По мнению Эзры, евреи в Эрес-Исраэль должны были Тору проходить не за год, а за три года. Изучая ее более глубоко, более детально, чем жители диаспоры. Так как еврейскому народу впоследствии пришлось почти целиком оказаться в диаспоре, то носителей той традиции, где Тору читали за три года, почти не осталось. И поэтому решили мудрецы уже сделать некую уравниловку и сказать, пускай это диаспорный обычай Тора за год станет общепринятым. Эзра вырабатывает концепцию, поскольку человек вызывает в Торе в будние дни, сколько в пост. Он фактически сертифицирует еврейский календарь, какие месяца, сколько дней должны длиться. Он канонизирует посты. Где мы постимся, а где мы только, может быть, вспоминаем, но не постимся. Где мы празднуем. Сколько человек вызывает в Торе в Холе-Мойет, сколько в Рошашана, сколько в Йом-Кипур, сколько в Минку, сколько в Шахарит. Все это делает Эзра. Этого ничего не было. Это все меры, которые он принимает для того, чтобы восстановить в еврейских мозгах Тору, потому что она ушла. Единицы глубоких стариков, которые что-то помнят. Вторая вещь, такая из базисных вещей. Он заставляет всех евреев, которых он вернул, притащил назад из Вавилона, и тех, которые приехали до него, и всех приезжающих, сдать все религиозные артефакты. Все тфелины, мезузы, цициты, свитки Торы, свитки пророков. На тот момент, сегодня очень редко, но сегодня есть синагоги, в которых в Ковчеге, кроме свитка Торы, хранятся еще свитки пророков. Например, свиток Эйха. Но мы привыкли к тому, что Магелла Тестера отдельным свитком идет. Но нет никакой проблемы все книги пророков иметь в синагоге отдельными свитками. Сегодня это, в общем-то, без надобности. Но есть синагоги, где песнь Песнейший, Раширим, Эйха, Коэлит, они также отдельными свитками находятся в Ковчеге. Так было и во времена первого храма, и с этими свитками кто-то ушел в изгнание, а потом кто-то вернул их, как память о дедушке или прадедушке, который был очень религиозным человеком. Эйха конфискует все религиозные артефакты, которые есть у евреев. Для чего? Он проводит экспертизу. Он разворачивает, раскладывает эти свитки и смечает, вкрались ли изменения. Какой из них аутентичный, какой самый кошерный. Потому что есть семьи, в которых есть книги, которых нет в других семьях. Так, например, происходит канонизация 24 книг Танаха во времена Эзры, и появляются первое греческое слово апокрифы, то есть книги, которые не канонизированы Эзрой. Книги, которые читать не запрещено, хранить в синагоге запрещено. То есть за прочтение нет наказания, но поместить эту книгу в синагогу, чтобы каждый мог ее взять и читать, нельзя. Если ты где-то нашел, где-то в каком-то месте она хранится под семью замками, это другое дело. Так, например, просто к слову и перелеснем, ладно, чтобы мы тут не застряли на всю жизнь. Но я надеюсь, что это важный материал. Он, например, апокрифирует, то есть изгоняет из иудаизма книгу Маккабим. У нас на пуэм есть что читать, а на хануку у нас нечего читать. Не столько он лично, просто если я вам уже что-то смог донести, это не живет в то время, как до ханука, ханука позже. Но мужи Великого Собрания, по тем инструкциям, которые он дал намного поздно его смерти, признают книгу Маккабим апокрифической книгой. Они ее исторгнут из иудаизма по той причине, что когда возникло желание мудрецов канонизировать книгу Маккабим, книгу Маковеев, книгу Ахашманейских войн, оказалось, что есть несколько десятков сэфер Маккабим и нет среди них двух одинаковых свитков. А раз такое дело, значит каждый записывал, получается, как он мог, как он помнил, и не было традиции, как правильно пишется. А раз нет традиции, то это история, литература, но это не святой текст. Поэтому как литературу, как историю, пожалуйста. Толмуд ссылается на книгу Маккабим несколько раз, что вот там написано. Но где это можно прочесть? Толмуд уже пожимает плечами и говорит, поищи. Может тебе повезет. Может где-то в какой-то синагоге есть еще библиотечный фонд, и там можно у Равина выпросить ключ и почитать. Еще важный момент, последний. Было принято решение именно во времена Эзре, вот это лично он, а не после него, что Тора и все святые тексты отныне будут писаться, я подчеркиваю, святые тексты. Если ты хочешь сделать учебник, книжка, чтобы у тебя дома была, учиться по ней, или в синагоге ты по ней хочешь учиться, неважно каким шрифтом ты напишешь этот текст, но если это святые тексты, которые хранятся в синагоге как святыня, они должны быть написаны шрифтом Ашурит, вот он перед вами, это наш знаменитый современный еврейский квадратный шрифт, так называемый, правильное его название в Талмуде шрифт Ашурит, и не потому, что он из Ассирии, а потому, что он Яшар, это прямые буквы, буквы, которые пишутся при помощи написания параллельных отрезков, параллельных прямых, Ашурит, потому что прямой. Альтернативой шрифту Ашурит являлся треугольный еврейский шрифт, некий потомок клинописи. Вопрос для знатоков, как назывался треугольный еврейский шрифт. Пока вы думаете, в стилизованном виде треугольный еврейский шрифт, в стилизованном, разумеется, виде, он сегодня применяется у нас с вами в виде письменного еврейта. Письменные буквы еврейта, это некая стилизация вот этого треугольного письма. Его еще называют финикийским письмом. Но как этот шрифт называется официально? Он называется иврит. Чтобы вы просто знали, что иврит это не язык, а название шрифта, который мы сегодня почти не пользуемся. Поэтому грамотно сказать, что когда мы пишем по-еврейски печатными буквами, это Ашурит, когда мы переходим на письменные буквы, то с трудом на нас бы смогли прочитать те финикийцы или евреи, которые пользовались треугольным финикийским письмом. Эзра запрещает таким шрифтом писать святые тексты. Письмо другу, конспект, пожалуйста. Ты хочешь сделать книжку, которую будет всем удобно читать? Пожалуйста. Но эта книжка будет лишь книжкой, это будет свиток для учебы, это не будет святой свиток, по которому можно было бы, например, прочитать Магеллад Эстер. Человек, который прочтет Магеллад Эстер на иврите, он не выполнит заповедь. На иврите, то есть написано каким шрифтом, окей? Надеюсь, понятно. Поэтому читаем книжку как свитка. Квадратный, то есть Ашуритом, совершенно верно. Метод компоновки. Как происходит учеба? Что-что? Кто писал Магеллад Эстер? Есть в Талмуде спор. Явно Мордыхай участвовал в этом, но Талмуд сходится к тому, что окончательная редакция, это во времена Эзры произошло, потому что были разные Магеллад Эстер, он выбрал самые древние и одинаковые. Вот так стали писать. Все, что отличалось, ушло. Информация ушла в апокрифы. А можно что-то? Какая книжка еще про Магеллад Эстер? Ой, много. Ну, какую-то, самую умную какую-то. Нет, Зогар не входит в письменную Тору, никогда не входил. Книга Хануха, самая модная в... Книга Хануха, известная в современном мире, как книга Энуша. Енуха. Слыхала о такой? Книга о ангелах, о том, как потоп начался, как ангелы пришли, как они грешили. И вот эта книга, описывающая допотопные истории, она апокрифична. Потому что не сохранилось ни одного нормального экземпляра, который бы был получен как-то по традиции. Ушла в апокрифы. Очень модные в мире так называемых сегодняшних каббалистов, которые задорого обучают тому, чего не знают сами. Ну что, значит, как происходило изучение устной Торы в те времена, о которых мы быстро пробежали от Маше до Эзры. У нас тема Шаббата в Пятикнижии находится в десяти разных местах. Тора периодически вдруг опять говорит что-то о Шаббате. И чтобы мне собрать в голове воедино всю информацию, которая Тора, Пятикнижия в смысле, сказала о Шаббате, мне нужно в совершенстве, практически фотографически, наизусть, помнить все Пятикнижие. И тогда без какого-либо труда я скажу, откуда мы знаем там законы Тхум Шаббат, что нельзя в Шаббат выходить за пределы населенного пункта. О, я скажу, секунду, это же Бамидбар. Там есть. А откуда я знаю, допустим, там законы разогревания пищи в субботу. О, это мы учим из двори. То есть мне для этого нужно в голове держать полностью весь текст. И люди в те времена умели это делать. Обратил внимание еще Эзра, что это очень неудобно. Заставить человека вызубрить все, чтобы он мог учиться, это неудобно. Поэтому обучение проходило по методу компоновки. Учитель делал доклад на какую-то тему, допустим, о Шаббате. Он заранее все цитаты извлекал как бы себе в конспектик. И все эти заповеди он объяснял вместе. Не вот дойдем до книги дворимой, я вам расскажу законы разогревания пищи в субботу. А сейчас мы говорим о другом. Нет, мы могли сделать семинарское занятие по Шаббату и ознакомиться при помощи вот таких вот компоновок с интересующей нас темой. Все о Суккоте в одной методичке, все о Песахе в другой методичке, все о Кашруте в третьей методичке. И недостаток только в том, что теперь вот то же самое только без методички. Вот все о Песахе в методичке, но ее нет. Она есть только в голове у учителя и должна оказаться после урока в голове учеников. А нигде это не записано в том удобном, компактном виде, в котором это преподавалось. Держим это сейчас в уме. Должно поместиться пока. Вот эти компоновки, вот эти методички устные, они стали называться Мишнает. Это слово появляется во времена Аншейк Неса Тагдула, Мужей Великого Собрания. От какого слова происходит слово Мишна? От слова Зуб, Шен, от слова Лишанот, повторять. Какая связь между зубом и повторением? Зазубрить. Зазубрить. Учить так, повторять так, совершенно верно, чтобы от зубов отскакивало, чтобы зазубрить, чтобы знать наизусть. Повторять до тех пор, пока не запомнишь. Мудрецов, которые составляют вот эти методические курсы, методические семинары, методические лекции, их начинают называть арамейским словом Танаим, от слова Тана, учитель. Недолго музыка играла, как говорится, приходит Александр Македонский. Мы живем уже во времена второго храма, и мы завершили с вами изучение цепочки тем, что у нас есть раби Шимона Цадик, преемник Эзра Суфера, раби Шимона Цадик. И это именно он выходит на встречу Александру Македонскому, это именно перед ним Македонский преклоняет одно колено, это именно в эту секунду слуги Македонского пытаются поднять великого полководца, понимая так, что он, наверное, упал, потому что чего это он вдруг бы преклонял колено, не может быть. И он им отвечает, не трогайте меня, я ничего не споткнулся, я преклоняюсь перед этим человеком, ибо я вообще думал, что это ангел, потому что он является мне во сне всякий раз перед битвой и рассказывает мне наперед, как будет сражение проходить, поэтому я не проиграл ни одного сражения. Оказывается, он еще и конкретный человек, живет на земле, выполни, выполни, я любую твою просьбу, только скажи, что ты хочешь, потому что ты мой ангел-хранитель. Что говорит ему рабише Моноцадик? Пожалуйста, не разрушай наш храм, как ты это делаешь обычно, не переименовывай нашу столицу в Александрию, как ты делаешь обычно, не строй на территории нашего храма храм Зевса, не ставь в нем статуи самого Зевса и напротив него статуи представителя Зевса на земле самого Шурика Македонского. Вот обойдемся без этого. А как же так? А как же я буду понимать, что я вас победил? Отвечает ему рабише Моноцадик, мы всех мальчиков и девочек, которые родятся в этом году, назовем Александрами в честь тебя, мы памятник тебе воздвигнем нерукотворный и это еще долго-долго будет греметь, твоя слава, а камень, что, камень можно и разрушить. И Македонскому так нравится эта еврейская остроумная идея, он говорит, смотри, как дешево и сердито, вообще строить ничего не надо, увековечили, так увековечили, и он соглашается. А это имя так понравилось евреям, что его канонизируют еврейские мудрецы и с тех пор и мальчики и девочки с именем Александра и Александра могут имя своего не менять, можно при обрезании изначально давать ребенку имя Александр. при обрезании только мужчинам. Это имя кошерное, еврейское имя считается. А также его все вариации сендер, искандер, секандер и прочие, прочие его более среднеазиатские варианты. Шурик, только македонского так мама называла. По Шурику говорит, сходи в Персию и сразу назад. Итак, мы вступили нечаянно в период греческого владычества в Эрес-Исраэль. Как вы знаете, македонский умирает молодым и тут же его империя трещит по швам, распадается на десяток более мелких политических образований. Некоторые из них долго существуют, некоторые очень быстро захватываются вчерашними покоренными народами, отхватываются назад от греческого мира, отпадают куски. Но если вы нашли Иерусалим на карте, то вы понимаете, что нам довелось оказаться в немалом кусочке под названием царство Селевкидов. Бывший военачальник македонского Селевк называет себя преемником македонского и устанавливает свою личную власть вот на таком огромном куске территории. Мы находимся на территории Селевкидов. У нас знаменитые события происходят. Перевод Торы на греческий язык Септуагинта. Восстание в Мадиин поднимает старый Мататьягу Хашманей. Начинается Ханукальная война. Обычно, когда наши дети приходят со школы, они нам говорят Ханука это такой праздник, значит вот евреи пришли, греков прогнали, храм отмыли, Минару зажгли, Мазл Тол и мы победили. Все, вот как бы конец. Не хочется мне никого расстраивать, но это фигня на постном масле, потому что с этого Ханукального чуда, с этой маленькой победы, когда греческий корпус, так и да, действительно был выгнан из Иерусалима, а греков было аж 500 человек, с этого момента начинается 30-летняя война, в течение которой евреи весьма продуктивно убивают друг друга. Греков уже нет, а евреи есть. Есть евреи за греческий мир, есть евреи за то, что надо жить в ногу со временем, а греки продвинутые ребята, есть евреи ортодоксы, фанатики, которые за аутентичность еврейства и между ними 30 лет идет серьезнейшая кровопролитная гражданская война, которая заканчивается победой ортодоксов, которые к тому моменту уже ортодоксами не являются. Ну, об этом мы поговорим. Совсем другая история, совершенно верно. Итак, Коин у меня тут зажигает, поверьте, зажигает Минору, Минору вы видите, Коина хуже. И мы движемся дальше. Мужи Великого Собрания, вот эта ситуация, в которой мы находились до этого момента, первые Танаима, о которых мы сказали, первые создатели вот этих методических семинаров, между ними и настоящими уже мудрецами Мишны и Талмуда есть маленький промежуток, маленькая эпоха, примерно в 150-200 лет, которая называется период Зугод. Вот эти методички, они составляются не единолично одним мудрецом, одним раввином, а раввином с напарником. И кто эти двое, как правило, кто эти Ильф и Петров, они традиционно на протяжении пяти поколений, один из них Наси, то есть, можно сказать, президент страны и по совместительству председатель Сангедрина, а второй Аф Бейдин, верховный судья. И вот пять поколений подряд Наси и Аф Бейдин в Хавруте вдвоем, как Ильф и Петров, компонуют вот эти методички в блоки. И в какой-то момент, как мы сейчас увидим, возникнет у них желание, они начать ли нам это подшивать, потому что мы-то все равно к уроку готовимся, мы какой-то конспектик пишем, ученикам мы его в руки не даем, пусть сами себе напишут, и тоже пускай своим ученикам не дают, чтобы предание не прервалось, чтобы никто не сказал на, почитай, чтобы не было такой опции ученика послать в книжный шкаф, а чтобы надо было его посадить и учить, и тогда действительно, как говорилось, изю не нужно нюхать, изю нужно учить, да, мы поговорим о пяти парах, о пяти зугод, которые на протяжении, соответственно, пяти поколений подшивать начинают эти законы в такие вот, ну, что ли, сборники конспектов. Первая пара раби Йоси бен Йоэзер из Цереды и раби Йоси бен Йоханан из Ярушалайма. Вторая пара это Йоша бен Прахя и Нитай из Арбелы, третье поколение, третья пара это Иуда бен Табай и раби Шимон бен Шетах. Раби Шимон бен Шетах это родной брат царицы Шлом Цион, царицы Соломей и Александры, которая была замужем за царем Александром Янаем, тем самым, который решил узурпировать и роль царя, и роль Коэн Годоля одновременно. Почему это, в принципе, было теоретически возможно, хотя ему не дали раввины этого сделать, потому что у нас кто после ханукальных войн у власти? Макабим. Макабим. А они у нас кто по национальности? Они Коганим, они из семьи Мататьягу Хашмане, который был Коэн Годоль. У нас Коэны, которые, разумеется, левиты, при этом дорвались до власти. А кто должен царствовать? Игуда. А конкретнее семья, которая происходит от царя Давида. То есть, что должны были сделать Хашманаим? И план был именно такой, что мы отвоюем эту землю у греков, закончим гражданскую войну, заставим всех реформистов отречься от реформизма и вернуться в ортодоксию, и проведем честный референдум, в результате которого Сангедрин рассмотрит всех кандидатов, происходящих из потомков царя Давида и выберут Найдостойнейшего, и он будет помазан на царство, ибо у нас нет пророков во втором храме, нет пророков. Последний пророк это Эзра, при нем только начали строить второй храм, построили временный шатер, главное жертвенник было построить, и на этом пророки закончились. Нет такой у нас лафы, чтобы пришел пророк, помазал и снял с нас всю ответственность. Нам придется самим его назначать. Так пусть Сангедрин поставит достойного человека, но для этого нужно закончить войну и провести нормальный референдум. После всех люстраций и прочее. Но когда закончилась гражданская война, то дети героев Маковея, дети того старого Коина Мататьягу, которых он сам растил и воспитывал, они действительно рассчитывали, закончим, они бурикошерные ребята, закончим и отдадим, нам эта власть не нужна. Мы только переходное правительство. Но внуки этого великого Мататьягу Хашманея, а уж тем более правнуки, они были очень на греческой волне и точно власть никому отдавать не собирались. И поэтому какой там референдум, ничего не проводилось. Да, 234 года иудея остается независимой в античном мире. Это нонсенс в истории. Маленькие государства в античном мире не бывают независимыми. Античный мир это мир сверхдержав. Но маленькая гордая иудея существует как независимое государство, а Всевышний все ждет, когда же будет референдум. Референдум он так и не было и это все очень плохо закончилось. Четвертая пара это Шамайя и Автальон. Пятая пара наконец-то это Гелель и Шамайи. Вот этих вы уж точно знаете. Добренький Добренький Гелель совершеннейший излюка Шамайи. Так обычно наши дети приходя из детского сада нам рассказывают Шамайи вообще всегда палкой всех бил. Пока у него эту палку не отобрали. А к нему все приходили какие-то идиоты хотели на одной ноге стоять. Странные были времена. Как сказал бы Губерман а века были так себе средние. А это еще хуже античные. Значит Гелель и Шамайи это пятая пара из пяти собственно пар нечаянно в этот самый период времени точно так же как некогда иудея откололась от большого греческого мира откалывается еще одна провинция империи македонского на сей раз в области Птоломей откалывается область провинция которая называлась Роми Рим они ездят в иудею научиться как строить государство. Александр Янай их инструктирует как правильно строить на руинах греческого мира нормальную человеческую цивилизацию на протяжении многих лет римские приезжают патриции учиться реально на практику я серьезно говорю присылают свою молодежь учиться в царскую семью к Хашманаим и в результате появляется дружественная нам страна Рим недолго она остается дружественной а что же происходит династия Хашманеев закончится так же может быть неожиданно как началась возникнет конфликт между семейством Герканов Герканус это один из правнуков Мататьяву Хашманея и его оппонент Агриппа другой правнук они вступают в конфронтацию они начинают делить власть кто из них унаследует трон Геркан между прочим Геркан это греческая фамилия Геркан вызывает римлян не сочтите пожалуйста за политическую пропаганду я просто скажу слова современным языком Геркан пишет в Рим письмо Путин введи войска и Рим вводит два легиона на территории Иудеи чтобы поставить там своего человека а именно товарища Геркана очень дружественного нам но в очень скором времени римский сенат получает из Иудеи письмо от своих людей что закончить это противостояние легко это мы можем сделать за пару недель но вот вопрос к сенату нужно ли торопиться как только мы уйдем Геркан будет править сам по себе но пока мы здесь его власть на наших штыках как мы сегодня бы сказали он правит только потому что мы здесь а римский принцип разделяй и соответственно мы здесь должны находиться и гражданская война в любую секунду должна вспыхнуть с новой силой чтобы нас нельзя было отсюда выпроваживать чтобы всем было понятно мир в этой стране обусловлен исключительно нахождением иудеи двух римских легионов иудея благополучно теряет свою независимость и уже в следующем поколении никакой отдельной государственности речи нет она входит на правах автономной скажем так провинции в состав в римской империи с большим уважением к иудеям но она уже не имеет полного суверенитета к власти приходит ирод ирод пользуется этой ситуацией имея большие знакомства в римской империи заручается поддержкой римских патрицев проводит путь переворот в Иерусалиме захватывает власть и первым же своим декретом казнит от мала до велика от пожилого до грудного младенца всех Коаним с фамилией Хашманаим в наши дни Коаним есть Коин Кац Кац Кацанегель Богин Каганович Кацанко все это потомки вероятно семьи первосвященника но нет среди них в наши дни ни одного человека который был бы потомком великих Хашманаим их царство закончилось так как приговорил Всевышний власть надо было отдавать и жили бы сегодня и были бы среди нас еще и Хашмане Ирод вносит поражение Антигону Хашманаим заканчивается Янатан Бен-Узиэль переводит Ору на арамейский язык Ирод начинает реконструкцию второго храма она длится восемь лет Ирод умирает его сын Архилай становится на царство рождается Раби Акиба Бен-Йосиф родился Раби Акиба Бен-Йосиф начинаются народные волнения против римлян император Нерон посылает Веспасиана занять Иудею Иудейская война разрушение второго Иерусалимского храма период партизанской войны еще длится около 70 лет и наконец вторая Иудейская война это Масада Байтар это Бархохба который мы вспоминаем иногда Влагбаумер Бастания вторая Иудейская война жесточайшим образом подавляет Адриан кровавый Адриан убийца с Раби Акибы живьем сдирают кожу в день и час и миг когда душа Раби Акибы отлетает рождается мальчик по имени Ягуда это будущий Раби Ягуда Анаси с его рождением связана другая совершенно удивительная романтическая история Адриан запрещает повсеместно в Римской империи запрещено соблюдение шабата кашрута запрещены обрезания и омовение женщин в Михве под страхом смерти рождается мальчик в Иудее по имени Ягуда его родители до этого момента где-то случайным образом познакомились где-то в дороге с какой-то прекрасной интеллигентной римской семьей и даже гостили у них пару раз приезжали к ним в гости и тут у них рождается ребенок в этой еврейской семье доносчики доносят властям что они этому ребенку сделали обрезание и требуют чтобы они немедленно явились в Кейсарию предъявили своего ребенка и если он таки да обрезан они будут казнены вдвоем и отец и мать они едут в Кейсарию но до того что прийти в зал суда они заходят в Кейсарию в дом сейчас у нас ребеночка казнят и нас казнят и плачет женщина в автомате что же делать и та женщина римлянка она говорит так смотри какая удача ты когда родила на той неделе так и я родила на той неделе вот мой младенец вот твой махнем не глядя они подменяют младенца предъявляют суду римского мальчика а в это время что они предъявляют римского мальчика они этого мальчика кормят Извините, грудью, потому что это время занимает. А в это время кто кормит их еврейского мальчика? Это знатная римлянка. Этого мальчика звали Антони. И он впоследствии становится императором Рима. И раб Игуда Анаси оказывается его ближайшим другом и молочным братом. Это сыграет определенную роль. То есть когда Всевышний собирает пазл, то лишних деталей никогда не остается. И так рождается раб Игуда Анаси. Это, как говорят нам мудрецы, это Гильгуль, реинкарнация раби Активы. И вот он тот человек, который говорит, дайте мне все эти методички, и их пора записать. Потому что дело пахнет очень нехорошо. Храм разрушен, Вторая Иудейская война, подавлено восстание. Евреев все больше рассылают по Римской империи, закованных в кандалы, на рудники, в разные провинции. Нередко туда попадают без духовных наставников. Нередко наставники уезжают в одну сторону общины, в другую. И кто же будет учить наших детей? Давайте записывать. Если мы сейчас не запишем, завтра некому будет записать. Никто уже ничего не будет помнить. Пока живы эти старики. Начинается запись Мишны. Брошу еще один камень в этот океан безбрежный, океан информации. Мудрецы той эпохи, многие, конечно же, против того, чтобы раб Игуда это делал. Хотя он очень уважаемый человек, он рэбе своего поколения. Но у нас же иудаизм довольно демократичная система, такое сказать-то я могу. Многие раввины говорят, Тора-то устная. Она же Тора-ше-бе-аль-пе. Чего ж ты ее записываешь? Если бы надо было записать, это бы сделал еще кто? Это сделал бы Маше. Ты говоришь, не, Маше не мог. Ну тогда Эзра бы это точно сделал. И почему ты решил это сделать? Это запрещено. Ты за это будешь наказан. Мы все пострадаем. Ты выбиваешь последний камень. Весь иудаизм стоит на том, что учитель учит ученика. Не книжка его учит, не книжный шкаф, не интернет. И не ютуб. Его должен учить живой человек. Что на это говорит? Он говорит, у меня есть пасук в Торе, которым я могу доказать, что я прав. И приводит им пасук из книги пророков. Это прямая речь. Это слова Илья Гуанави, пророка Илья Гуанави. Который вызывает на вершину горы Кармель всех служителей идола, всех служителей Баала. И себя приглашает в роли служить единственного служителя единого Бога. Сюжет знакомый. Это когда он говорит, хватит прыгать на двух мечах. Евреи, не сидите на двух стульях, это неудобно и может плохо кончится. Хотите быть язычниками? Будьте язычниками. Только перестаньте называть это иудаизмом. Хотите быть иудеями? Выбросьте все язычество, будьте иудеями. Итак, какую фразу говорит Илья Гуанави, которую рабе Игуда Анаси берет как свой девиз? Фактически написано так. Время действовать во имя Господа, тире, Тору твою нарушили. То есть, ну как мы понимаем, да? Нельзя сидеть сложа руки, время действовать, действовать во имя Господа. Почему? Потому что Тору твою нарушают. Прямо сейчас. Именно так эту фразу понимали мудрецы до этого дня. Что говорит рабе Игуда Анаси? Казнить нельзя помиловать. Тут нет запятых, тут нет тире, нет двоеточия. Поэтому я эту фразу читаю так. Время действовать, двоеточие. Во имя Господа Тору твою нарушили. Я нахожусь в той ситуации, где мне нужно во имя Бога записать письменную Тору, которую до этого записывать было нельзя. И пусть я буду, в крайнем случае, пусть я буду виноват, но я сохраню эту традицию. Потому что завтра, может быть, найдутся те, которые будут читать, но точно не найдутся те, которые смогут без книжки научить. И я буду рассчитывать на то, что пытливые еврейские умы раскопают сами. Что-то учителя им скажут, остальное они раскопают сами. Должны быть книги. И с этого момента наша синагога из 24 книг Танаха и больше ни одной начинает расти, прирастая книжными шкафами. Нам нужно в синагоге делать ремонт. Почему? У нас не помещаются книжные шкафы. Люди еще помещаются, книжных шкафов уже нет. И это доказательство того, что Рави Иуда Анаси спас ситуацию. Книг Океан. Один из моих любимых и очень неудобных для пользования сайтов. Называется Хиброфбукс. Они ежедневно ищут волонтеров, кто хочет нам помочь, сканировать книжки и сохранять их в PDF-формате на сайте Хиброфбукс. И сегодня на сайте Хиброфбукс около двух миллионов еврейских книг по Иудаике. И они говорят, что это примерно половина из тех, которые мы хотели бы сохранить в интернет-пространстве. Потому что из книги, одна однажды мне понадобилась для работы, их всего в мире четыре экземпляра сохранились, и ни один из них не полный. И чтобы прочесть книгу, надо иметь все четыре варианта. Так что будет, если не будет интернета? Время действовать. Так нельзя же, Бог же запретил. Так вот, во имя Бога надо нарушить его Тору. Вот что сказал Рави Иуда Анаси. Нарушить он имел в виду, да, это в данном случае записать. Ну, два слова мы сказали, да, в день казни Рави Акивы рождается Рави Иуда Анаси. Происходит запись, он начинает записывать, да. Он записывает Мишнают. Вот эти конспекты, которые до этого в устной форме где-то хранились, где-то кое-что конспективно было и записано. Он начинает их систематизировать. Прежде всего, он хочет сделать такую книгу, или правильно сказать, многотомное такое издание, которое бы решало все проблемы религиозного человека, отвечая ему на любой религиозный вопрос. Для этого очень важно правильно скомпоновать, чтобы между законами шаббата не были, допустим, законы уголовного права. Чтобы отдельно шаббат, отдельно уголовка, отдельно росошана. Все знания должны быть четко разделены по каким-то главам, домам, разделам, чтобы было удобно пользоваться. Мишна, которую он действительно начинает теперь уже писать, он отправляет своих учеников по всему Средиземноморью, по всем местам, куда римляне отправили в изгнание еврейские общины, чтобы они поехали туда и скопировали, какие мишнают там есть. Они привозят ему эти мишнают, он сравнивает иногда под диктовку одного учителя, два студента написали разные два конспекта, это нормально. Ему нужно теперь из этих двух конспектов сделать третий, который объединял бы труды и одного, и другого студента. Смысл понятен? Мишна – это лишь ответ на вопрос, как соблюдать. Какой длины должен быть лулав? А длиннее можно? А короче можно? А какой самый короткий кошерный? А какой самый длинный кошерный? А что если листики стали отпадать? А что если оторвалась нитка цицита? С одной стороны или с двух? А коротко оторвалась или нет? И так далее. Это была бы мишна. Но он в момент компоновки мишнают сталкивается с тем, что огромный массив материала, огромный массив информации никак в мишну запихать невозможно. Он не подходит для стиля. Потому что мишна говорит, нитка, которая короче, чем 2 см, то есть если она на палец не наматывается, это уже считается, что нитки нет совсем. Например, процицит. Окей, это закон. А дальше. Вот был забавный случай однажды в Бавилоне. Это куда? В уголовном кодексе не может быть такого. Статья с конфискацией. А дальше был забавный случай в Магадане. Так не пишет уголовный кодекс. Куда же деть эти сюжетные, суперудивительные иллюстрации? Это фактически литературная иллюстрация. Он называет эти литературные иллюстрации барайтами, что в переводе с арамейского языка означает внешнее. То есть если мишна, это то, что по сути брайта, как бы мы сказали, из не вошедшего, а то, что не вошло в мишну. Эти брайты пишутся параллельно. Но еще большее количество материалов вообще не связано с юриспруденцией иудаизма. Это всевозможные притчи, всевозможные мистические отклонения от текста, нравоучительные всевозможные советы мудрецов, исторические факты. Это вообще никак не к юриспруденции. И поэтому, когда он пишет мишной йод, как бы он просеивает весь огромный пласт информации через такое сито, что у него в сите остаются только мишны. А все, что вываливается сквозь это сито, суперинтересное и прекрасное, он предлагает временно называть мидрашами и позже поработать так же и с ними, что и сделают его ученики. Поэтому, хотя они занимались мишной, они параллельно сформировали пять многотомных изданий, пять учеников или пять школ, прямо так лучше скажем, в пяти разных академиях, по-разному сшили мидраши. И в этот же период времени возникла такая литература, как мидраш. И потому что она к мишне не годилась, она вдруг, вот ее стало видно. Они решили, давайте так же скомпонуем ими мидраши, по недельным главам или по темам. Там о любви к Богу, о верности женам, о том, как надо долги отдавать, давайте их скомпонуем. А другие сказали, нет, лучше по недельным главам, тогда в течение года удобно было бы их читать. Разные подходы применялись. Еще два малюсиких штриха. Вы живые еще? Я не хочу потерять. Если вы скажете, мы устали, давай перерыв. Сделаем перерыв и еще немножко поработаем. Мы уже ближе к финалу, конечно же. Но мне надо, чтобы вы были живые. Нормально идем? Да, вы будете. Вы точно скажете, если будет уже тяжело. Вы не скажете. Но вы будете стесняться? Мне не подходит это. Не надо стесняться. Мне нужна продуктивность. Значит, я хочу, чтобы вы увидели, какой он остроумный, вообще как вот... Действительно, очень-очень прекрасный ум, острый ум. Все знают, на какую букву начинается Тора. Да, все знают, что Бет, Берешит, это начало Тора. А на какую букву заканчивается Тора? Тора, пятикниже, на какую букву заканчивается? Я вам открою этот простой секрет. Последнее слово в Торе – Исраэль. Тора заканчивается на букву Ламыд. Это вообще очень знаково. Если Тора начинается с Берешит, то что конец делу венец? Ради чего все это было? Ну, чтобы был Исраэль. Ну, красиво, да. Очень не толерантно, но красиво. Что делает Раби Гуда Анаси? Он начинает Мишну. Вот первая Мишна в первом томе, в первой главе. Мишна в Масехет Брахот начинается с буквы М. Мэй Матай. Мэй Матай с буквы М. Что он хочет этим показать? Тора закончилась на Ламыд. Это не какая-то другая книжка. Там, где на Ламыд закончилась пятикнижие, вот это то, без чего нельзя эту Тору понимать, оно начинается с буквы М. Все вот прямо соединил. Потом он говорит, в Торе пять книг, а в Мишне шесть. Чтобы у тебя прямо были вот такие вот ассоциации, что это логическое продолжение этой штуки. Это не какой-то другой иудаизм. Какой-то раввинистический, специальный. А мы нормальные люди, мы не раввины, нам пятикнижия хватит. Нет, ребята, он только до Ламыда. Он же только до Ламыда, он же не до конца. Это игра, потом мудрецы продолжают ее. Но хотите сразу вам мозг взорву окончательно? Когда будет ТАВ? Тания, это на букву ТАВ. Это последняя книга, по мнению каббалистов, последняя книга в этом списке, это Сайфер Тани. Потому что на каждую букву были книги, и даже целые книжищи и многотомники. На букву ТАВ не было ничего. Окей, дальше. Значит, этот, тут тем более вам ничего не видно, я быстро пробегу. У меня шесть слайдов таких, они, понятно, что я бы и не стал, в любом случае, долго объяснять. Шесть разделов Мишны. Делает раб Игуда Анаси, выстраивает шесть томов. Первый том называется Зраим, Семена. Содержит все законы, относящиеся к земледелию и отчисления в пользу жертвенника и священнослужителей. Второй том называется Моев, Времена. Включает в себя законодательство о шабате, праздниках и других памятных датах. Третий том, Нашим, Женщины. Занимается всеми законами и правилами относительно обручения, женитьбы, развода, выявлений супружеской неверности. Содержит различные формы обетов, законы их соблюдения и несоблюдения. Четвертый том, Незяким, Ущербы. Обсуждает законодательство и процессуальный кодекс гражданского уголовного права. То есть после женщины, это ущерба. После развода. После времени, женщины. Нашла то, чего тут не было никогда. Пятый том, Гдошим. Гдошим освящение. Посвящено правилам, предписаниям, касающимся различных видов жертв, пожертвований, ритуала, жертвоприношений в храме. Гдошим, в принципе, о храмовой службе. Тогород, шестой, последний том, очищение, посвящен правилам и предписаниям и ритуальной чистоте. Всего в шести томах шестьдесят три раздела. То есть, когда мудрецы возьмут эту мишну и скажут, а давайте мы теперь эту мишну объясним для чайников, чтобы уже всем было понятно, и начнут писать талмуд, получится автоматически шестьдесят три тома талмуда. Автоматически, никуда не деться. Шестьдесят три раздела мишны, и на каждый будет том талмуда. Но некоторые разделы обширные, некоторые разделы довольно худенькие, и поэтому при типографских решениях этого вопроса, что делали впоследствии, примерно, да, со времен семьи Санчина, которые открыли первую во Флоренции еврейскую типографию в истории человечества, они решили компоновать эти шестьдесят три тома таким образом, чтобы в двадцать один или в двадцать два тома талмуда вошло все это, примерно, чтобы тома были одинаковой толщины, чтобы удобно было работать. Значит, в каком-то томе, чтобы удобно взять в руки, потому что, если один том вот такой тоненький, он просто там замялся между другими томами, а другой такой толстенный, что он ломается при открывании, значит, есть тома такие, что их удобно разделить на два, а есть такие, что удобно десять трактатов в один переплет пихнуть, и так будет удобно. Смысл понятен? Но последовательность их, если ты дома наводишь на Песах порядок, я имею в виду, вот ты наводишь порядок, и он не наводит, а ты вынула талмуд, как теперь его поставить, то расставляя талмуд по корешкам, алиф, бэм, гимм, далет, ты точно понимаешь, что расставив его в том порядке, в котором пронумерованы корешки, ты нечаянно расставила шестьдесят три трактата в идеальном, по мнению Раби Гуда, носи порядке. Это и есть тот порядок изложения темы, которую он предполагал. Итак, что же такое талмуд? Это развернутый анализ Мишны. Фактически талмуд, это объяснение Мишны. Включает в себя, собственно, гмора. Гмора это и есть спор мудрецов, в котором они обсуждают Мишну и пытаются в этом споре понять, как понимаются те или иные слова. Брайта, которая, как вы знаете, не влезла, она юридическая, но она слишком литературно-юридическая, чтобы быть частью Уголовного кодекса, но она есть в Талмуде. А также Тосефта, Сифра и Сифри, это комментарии, которые рождались у самих мудрецов, которые ее записывали. В момент написания они говорили, постой, но я же помню, как это... Давай я сразу тут на полях напишу, как это понимать. Раз я уже это пишу, и я этот вопрос исследовал, я хочу это уже снабдить моим комментарием. То есть это первые комментарии к гморе, написанные в момент написания самой гморы. Не более последующими поколениями. Талмуд очень часто использует поговорки, пословицы, куплеты и припевы популярны в то время песен. Ну, как мы сегодня бы в разговоре сказали, цыплят по осени что? И так далее. И каждый бы сказал, все понятно про цыплят. И никому в голову не придет, что это какой-то совет о том, когда правильно считать цыплят. Это речь о том, что есть время для подведения итогов и так далее. Без труда не выловишь и так далее. Ты понимаешь, о чем речь. Какая-то популярная песенка, попса какая-то, она у всех на слуху в то время, и ты спокойно какой-то припев, рефрен используешь для подтверждения, как говорится и сказал, как оно говорится. Поймали? Поэтому нередко латинские, греческие выражения, стихотворные строчки, арамейских фраз дикое количество. При этом также держим в уме, что евреи такие гордые люди, они всегда лучше всех знают, как правильно по-гречески говорится, как правильно говорится на латыни. Евреи нередко безбожно перевирали то, как это звучит в оригинале. Так что греки, которым сегодня ты скажешь, у нас есть такое слово, это же по-гречески, он скажет, нет, это извините, это даже не по-киприотски, это совсем никак. Классический пример в талмудической и околоталмудической литературе мужчины, которые изучают Хасидут, это слово даже могут вспомнить в одном очень известном Маамаре, его использует шестой любавический рэб, соответственно, и седьмой тоже, аспаклярия. Слышали такое слово? Аспаклярия. Попробуй спросить у раввины, что такое аспаклярия, он тебя долго будет объяснять, что это такое. Я слышал четыре разные версии, что такое аспаклярия, но, к счастью, я видел это слово в талмуде, мне не нужны эти неправильные объяснения. На латыни это слово звучит спекулярия, и в переводе означает увеличительное стекло. Спекулярия это увеличительное стекло, что оно делает? Мы знаем слово спекуляция, оно увеличивает какую-то вещь непропорционально соседним рядом с ней стоящим вещам, которые не в фокусе. Ты вдруг взвинтил на что-то цену, это спекулярия произошла. То есть, непропорциональное увеличение чего-то. Начинают говорить, это какое-то зеркало, вогнутое зеркало, выпуклое зеркало, это увеличительное стекло, просто лупа, и все. Итак, вот Талмуд, поясняя, ведя этот разговор о выяснении закона, мудрецы спорят, мы их диалог, мы их речь просто стенографировали. Этот сказал так, тот ему ответил, этот улыбнулся, тот встал, этот вышел, потом он вернулся и сказал еще вот так. И это все будет очень важно, мы это все записали. И потом, когда закон уже выяснили, как бы можно поставить точку, мы хотели понять Мишну, и мы наконец-то на пяти листах ее смогли объяснить, что чаще всего делает дорогой Талмуд, это сделали ученики раби Иуды Анасии, следующие поколения, они говорят, как бы читатель, который так старался, чтобы понять эту Мишну, заслужил какой-то десерт, давай ему дадим конфетку. И они говорят, а вот был забавный случай, чаще всего, это какой-то юмористический случай, фактический анекдот, которому 2300 лет. И для историка это такой подарок, ты держишь в руках, во-первых, этому тексту 2300 лет, во-вторых, чтобы археолог нашел текст и мог его прочесть, это еще отдельный кусок работы, найдите теперь древних греков, которые могут это читать. Современные греки, потомки турков, вообще читать это не умеют. А ты можешь вот любого дерни в синагоге, у тебя прочтет, что здесь написано и объяснит. Более того, у тебя есть перевод этого текста, у тебя есть комментарии к этому тексту, на более современный язык, у тебя есть работа с этим текстом евреев на протяжении полутора тысяч лет, и ты можешь контекстно понять, о чем там шла речь. То есть для археологии не снились такие находки. Важно понять, что мы держим в руках, когда держим Талмуд, но это удивительная вещь, что ты заходишь, я не знаю, в пещеру неандертальца, и ты говоришь, я знаю, как их звали, сколько их было человек, бабушка у них была пожилая, папу съел медведь, ты прям все про них можешь рассказать. А тут был такой забавный случай? Да, был забавный случай, когда медведь рассказывает своим детям, что был забавный случай. Захожу я, значит, как-то в пещеру. Итак, вот эти литературно-исторические, нередко анекдотичные десерты, которыми увенчается тот или иной дискурс Талмуда, называются Агадот, и находятся в Талмуде примерно с частотой раз в две, в три страницы. Поэтому наш с вами курс Талмудическая Агада это выковыривание изюма из булочек, то, чего никогда ни в какой ешиве никто бы не разрешил и не простил, нельзя это выковыривать, потому что этот стоит там, где ему положено стоять, ты закончишь эту тему и получишь этот приз. А выковыривать призы неприлично. Ну, кроме прочего, скажу, что у нас этих Талмудов не один, а два. Потому что параллельно работа над этими 63-тонными произведениями шла в двух разных академиях в Вавилоне и в Айра-Цесраэль. В Вавилоне мудрецы, евреи Вавилона, это область такая в Римской империи, а последствия в Парфянской империи. Область такая, римский Вавилон, не тот древний Вавилон с Навухадоносором, область называется Вавилон, точно так же есть область Аравия, область Италия, область Греция. Так вот, Вавилонский Талмуд написан мудрецами примерно в один и тот же период. Вавилонские мудрецы начали чуть раньше и чуть раньше закончили, а Иерусалимские позже начали и позже закончили. Два Талмуда Вавилонский написан в Вавилоне, но Иерусалимский не написан в Иерусалиме. Это очень по-еврейски, чтобы не уснул за рулем. Иерусалимский Талмуд никогда в жизни не был написан в Иерусалиме, он там никогда не был. Он целиком написан в малюсеньком городке Явне, о котором вы наверняка слышали чаще, чем я, потому что он тут у вас недалеко. Почему же они назвали его Иерусалимским? Город Ярусалим лежал в руинах, и они не могли себе позволить назвать этот Явненский Талмуд. Они сказали, уверены, мы прямо надеемся, верим, что вскоре будет отстроен Иерусалим в память о том, что мы мысленно в этом несуществующем для нас городе, мы назовем этот Талмуд Ярусалимским. Если есть спор, а он есть, между Вавилонским и Ярусалимским Талмудом по одному и тому же вопросу, более авторитетным является Талмуд Вавилонский. Обычно послушают его. Кроме этого, Вавилонский Талмуд по отношению к Ярусалимскому полный. В Ярусалимском Талмуде не все трактаты даже есть. Не все они успели обработать. Поэтому гораздо более цельной как бы вещью является Талмуд Вавилонский. Он действительно все 63 трактата охватил, все их объяснил, прокомментировал. Но есть иногда действительно необходимость посмотреть, чтобы увидеть картинку в 4D, в 5D, посмотреть, что говорит Иерусалимский Талмуд по этому поводу. Итак, на закрепление скрижали наверху как брелок, потом оглавление как Танах, потом заметьте, Зогар, кто хотел Зогар, Зогар и Медраши. В одно и то же время у нас Зогар пишет Раби Шимон Бар Юхай, это как раз момент разрушения 2-го Ярусалимского храма. Это одни из самых старых комментариев в принципе. Написан Зогар, он вообще не про это, но он написан в виде комментариев к недельным главам, как будто бы хочет лишь только объяснить недельные главы, как будто там про Баришит, про Шмот говорит, Медраши, посмотрите, где висят, да, они свисают полностью со всего Танаха. Точно так же на всем Танахе висят 6 книг Мишны, вы видите 6 этих разделов, Брайты и Тосефта, которые не поместились, и там еще ниже, поверьте мне, тут видно Талмуд Лавилонский, Талмуд Ярусалимский. То есть вот таким образом из письменной Торы получилась вся наша гигантская еврейская книжная полка, правильно говорить, книга-хранилище. Вся устная Тора находит свое отражение, это дальше будет или какое-то продолжение Зогора, или какое-то продолжение Медрашей, какая-то работа с ними, или работа с Мишной, с Брайтой, Тосефтой, Талмудом и так далее. А потом пойдут какие-то синергетические явления. Допустим, мы возьмем Тосефту и попробуем ее понимать в свете комментариев книги Зогор. Мы получим что-то еще, совершенно новое, невиданное доселе. Какие-то пост-талмудические исследования языком кабалы. Я набросал здесь четыре разных варианта, как выглядит лист Талмуда. Вы можете обратить внимание, что центральный столбик он не всегда прямой. На крайне правом листе он ровненький столбик, а вот дальше все столбики я выбрал такие кривые. Почему? Так почему выбрана такая конфигурация? Если комментариев много, а самого текста, который комментируется, мало, то мне лучше дать оставить больше места для комментариев. И поэтому такова конфигурация центрального столбца. В центральном столбце всегда есть текст Мишты и потом начинается стенограмма обсуждения этой Мишты. Поля. На полях находятся комментарии и комментарии к этим комментариям и так далее. Сейчас покажу, как это работает. Посмотрите, вот, пожалуйста, лист Талмуда. Жаль, не весь он попал в кадр. Значит, центральный столбик, посмотрите, верхняя его часть, центрального столбика это текст Мишны. Потом более кирпичным цветом таким идет Гмара. Это вот то, что мы сказали. Как раз стенограмма разговора мудрецов, спор мудрецов. Комментарий Раши всегда будет находиться на внутренней стороне этого листа, ближе к прошивке листа, туда, где скрепочки стоят. Будет Раши. С противоположной от него стороны вам не видно. Будут находиться комментарии тософот. Это 9 внуков Раши, которые обещали объяснить слова деда, а по факту начали с ним спорить. Получился очень интересный комментарий. 9 внуков Раши создали коалицию, которую назвали тософот дополнение, дополнение к чему? К дедушкиному комментарию. Но нередко они с ним спорят. Дальше, чтобы было общее представление, у меня есть комментарии Рабейну Ниссима, 11 век, примечания Раби Акивы Игера, который жил в 18-19 веке. Полезные ссылки на обсуждение данной темы у Рамбама, потому что мне может быть интересно, как это пошло дальше в Галаху. Как произошел переход от этого обсуждения к конкретному закону, а мне для этого понадобится Рамбама. Ссылки на обсуждение этой темы у Рамбама. Если есть цитаты, ссылки какие-то на Тору, на Пророке или на Писание, ссылки на Танах, мне может быть важно посмотреть этот посуд целиком, поэтому обязательно будут указываться ссылки на первоисточники письменной Торе, а также ссылки на эту тему в Шолхану Рохе. Очень полезные для тех, кто глубоко изучает Талмуд, ссылки на обсуждение этой же темы в других трактатах Талмуда. То есть, если у вас еще не закипела голова, как это происходит? Например, мы изучаем трактат о Песахе, трактат Псахим, и какая-то обсуждается тема, и вдруг кто-то говорит, что если некое явление произошло на большую свою часть, на 51% что-то уже произошло, то можно считать это уже произошедшим на все 100%. То есть, контрольный пакет, это как будто все получилось. Мы говорим, интересный принцип, это только здесь или где-то еще. и мне приводят все места, где еще в Талмуде такой же принцип работает. Прям все. И что делает нормальный Ишебокер? Он в этом месте ставит закладку и на пару месяцев уходит вообще в другие тома Талмуда. Он лезет в каждый том, где эта ссылка, куда его ведет, и смотрит, как там этот вопрос решается. И только закончив все эти ссылки, имеет право вернуться сюда и вспомнит, что если я туда полез, и теперь он говорит, да, я теперь наконец-то понял этот принцип как следует, потому что раньше я понимал его превратно. Я думал, что речь идет о процентах, а оказывается, там речь идет о чем-то доминантной роли. Вышла голова, значит родился ребенок. А если нога, так нет, не родился. А если у него нога большая, голова маленькая, все равно нет, потому что голова главнее. А, вот о чем шла речь, я не понимал. И наконец самое последнее это опечатки обнаруженные Рабиоэлем Сиркисом известным по кличке Бах на рубеже 16-18 веков. Это очень ценно, что типографии были еще тогда довольно молодым изобретением и нередко были типографские ошибки. Он их всех нашел и исправил и впоследствии когда в Вильно перепечатывали Талмуд уже этих опечаток не было. Правда появились другие, но без этого типография ни одна не справляется. Итак, все, что мы с вами сейчас сделали, это называется и все это во-первых. Как и полагается. Ну, значит, что я вам скажу. Мы примерно в этом стиле, если вы скажете хватит с меня, то, конечно, мы не будем продолжать, но если вы скажете это было прикольно и мы дадим ему шанс нас еще раз заинтересовать, мы в этом стиле будем с вами и дальше работать. Только как это будет выглядеть? Каждое занятие будет начинаться с небольшого знакомства с местностью, в которой происходят события, с исторической конвой, может быть, вместо местности, а может и то и другое, и с личностью участника того или иного сюжета. Такого большого экскурса уже, конечно, нам не понадобится, потому что, надеюсь, мы в общем и целом, где Агада, что она там делает, кому она нужна и что мы будем с ней дальше творить, уже понятно, мы сегодня рассмотрим один небольшой, но очень смачный кейс, который называется «Веретено для царской дочери». И вот в этом стиле будем работать. Будет биография и будет один-два кейса. Сегодня один маленький, потому что и так много всего было сказано. Наш сегодняшний кейс, он про раби Йошуа бен Хананью. Раби Йошуа бен Хананья был левитом, служил в храмовом хоре. Сколько левитов участвовало в храмовом хоре? Давайте я даже не так спрошу. Сколько вообще человек в Иерусалимском храме, в втором Иерусалимском храме отвечало за музыкальное сопровождение? отвечаю. Отвечаю. Отвечает Александр Друзь. Значит, за музыкальное сопровождение в Иерусалимском храме номер два отвечало 12 тысяч человек. Из них 4 тысячи певцов и 8 тысяч музыкантов. 8 тысяч музыкантов. Вот такой был сборный оркестр. Они стояли на ступенях храма, на полукруглой лестнице и одновременно исполняли одно и то же единое музыкальное произведение. За Чикай. 15 круглых таких полукруглых ступеней, которые являлись главным входом в Эзрат Левиин. Они стояли на этих ступенях и мы об этом читаем. Вот песня, которую пели Леви и стоя на ступенях храма. Так это об этом. Причем низкие стояли внизу, высокие и не о росте, не о размере кларнета. Стояли наверху, потому что говорит нам Талмуд низкие звуки распространяли медленнее, а высокие звуки распространяются быстрее. И если мы поставим их рядом, то я вначале услышу высокие, а потом только низкие. Поэтому я поставлю высокие дальше, благодаря тому, что я поставлю их выше. Это лестница, вы поняли, да? Они по отношению к слушателю будут находиться дальше от ушей. И звук достигнет ушей слушающего одномоментно. И это была гармония такая, что Плиний старший римский историй говорит, если ты думаешь, что ты вообще имеешь представление о музыке, поезжай в Ярушалае и узнай, что такое настоящая музыка. А до этого, чтобы ты как бы скажи, я видел музыкальные инструменты и людей, которые трогают их своими кривыми руками. А музыки ты никакой еще никогда не слышал. Во время Первой Иудейской войны взгляды раби Йоши бен Ханани были близки к позиции его учителя. А его учитель это раби Йоханат бен Закай, который находился в осажденном Иерусалиме. Незадолго до разрушения второго храма римлянами раби Йоши бен Ханани присоединился к мудрецам в Явне и участвовал в основании нового сангедрина. жил в городке Пкиин где и создал свою решиву свой бет-медраж. Его самым его лично выдающимся учеником был раби Акива. То есть мы немножко понимаем чей он ученик кто его ученик. После разрушения храма был вынужден зарабатывать хлеб насущный тяжелым ревеслом кузнеца или углежога. Древесный уголь делал. Стены его дома были закопчены его руки были черные нередко в Талмуде ему пытались какие-то мальчики мажоры делать ему замечания что с такими ручищами. После смерти раби Йоханана бен Закая во главе его школы стали трое мудрецов. Наси сангедрина раби Рабан Гамлиэль его свояк раби Лейзер бен Гурканус и собственно раби Йоша бен Ханани. Он фактически исполнял обязанности главы судебной коллегии то есть был Аф Бейз Дин завестителем Наси хотя никогда не удостоился никакого формального официального титула. Сейчас собственно мы будем учить про него историю что важно давайте чтобы вы не подсматривали нефиг подсматривать значит он нередко по долгу службы отправлялся в Роме в Рим то в Сенат у него было какое-то дело надо было налоги понизить для Иудеи год был неурожайный то нужно было добиться того чтобы не так много еврейских ребят забрали в Римскую армию то какие-то были имущественные иски еврей судился с римлянином и хотели судьи значит евреи за судьи тогда было ехать спасать он был частым гостем в Риме и почти всегда когда он приезжал по делам в Сенат его приглашали посетить дворец Кесаря он приходил к императору император по всей видимости так как мы понимаем эпоху это император Нерон опасный тип он приходил к императору Нерону и тот любил вести с ним философские беседы и нередко в этих беседах лестно император отзывался об остроумии этого удивительного человека который не выглядел импозантно он был низкорослый сутулый у него были худые ноги как казалось там какая-то шея такая как говорят цеплячья он не был фотогеничным мужчиной но он был очень остроумным человеком и Нерон нередко отзывался лестно о его остроумии у Нерона была дочь возможно не одна но Талмуд говорит об одной дочери Нерона как о редкой дуре таких дур еще поискать ей казалось по каким-то неизвестным только нам причинам а ей известным что ее папа ей казалось троллит этого старого жида почему-то она думала что это вот папа приглашает его чтобы над ним поиздеваться и если папа троллит этого старого жида я тоже могу его потроллить и почти всегда когда он выходил из кабинета ее отца она говорила эй жид иди-ка сюда а ну-ка ответь мне на такой-то вопрос ей казалось это очень остроумно и Талмуд приводит 5 или 6 случаев как для нее это всегда плохо заканчивалось я вам сегодня приведу две одну на словах одну с картинками значит самый известный случай он выходит из тронной залы где я разговаривал с императором она говорит эй еврей подойди-ка сюда скажи мне вот я стала читать вашу Тору из чего мы понимаем что она ее читала в греческом переводе септуагин да существует я читала вашу Тору и у меня вопрос к твоему Богу раз ты такой человек религиозный ты мне наверное объяснишь почему твой Бог так неправильно устроил мир он говорит что же не так ваше высочество по вашему мнению она говорит конечно не так он взял мудрость твой Бог и запихнул ее в такой омерзительный сосуд как твое тело в то время когда есть такие прекрасные сосуды например как тело моего отца мой отец широкоплечь высок у него прямая спина стройные ноги красивое лицо а ты урод а зачем он взял мудрость и запихал ее в такого урода как ты поместил бы в папеньку и ты бы не приезжал сюда и не вонял бы тут своим еврейским запахом отвечай он ей говорит я отвечу вам но вначале я хотел кое-что уточнить в каких сосудах ваше высочество на стол вашего отца подают самые вкусные вина она говорит ясный перец мышь ты куда попал то дворец в золотых слышь в золотых он говорит я так и знал а в каких хранят вино она говорит в золотых он говорит вот поинтересуйтесь пожалуйста насчет каких хранят а в следующий раз поговорим и уехал сел в электричку и укатил а она виночерпия сюда позвали виночерпия она говорит в каких сосудах у нас хранят вино он говорит в глиняных она говорит здрасте как это мы что мы что лимита какая понаехала сюда мы местные между прочим или у моего отца мало золотых сосудов что мы храним в керамических наши лучшие вина между прочим Талмут говорит что лучшими винами называлось хевронское вино очень император его любил мы же чуть тут чай не лаптем щи хлебаем сейчас же перелить все вина в золотые сосуды ну воля принцессы закон через неделю приезжает какая-то делегация важная из парфянского царства император их принимает по первому разряду виночерпи лучшего хевронского вина открывают кувшин шмурдяк открывать второй кувшин уксус он говорит саботаж виночерпию надо голову отрубить это явно подстроено чтобы сорвать на встречу с важной делегацией почему вино прокисло он говорит не берите казнить ваше величество ваша доченька распорядимшись чтобы мы перелили все вино в золотые сосуды он говорит не может быть что она такое сказала у нее ума бы не хватило кто ее научил позовите ее сюда ее позвали как это произошло она говорит а мы не бомжи у нас золота хватит идиотка кто тебя научил она говорит твой раввин не мог мой раввин такой научить ему еще сюда приезжать и приезжать он же не самоубийца если бы он тебя так научил он приехал я бы его казнил расскажи как было дело она и говорит я спросил каких сосудов подают на стол говорю в золотых каких хранят я говорю тоже в золотых Он говорит, а вот и нет, проверьте. А они в глиняных. Представляешь, папенька? Он говорит, представляю. Дура, куда же мне от тебя избавиться? А почему ты полезна к нему с этими вопросами? Она говорит, я сказала, что Бог поместил мудрость в дряное тело этого мерзкого жида, вместо того, чтобы папенька в твое тело поместить эту мудрость. Он ей сказал, идиотка, Бог мудро все сделал. Он помещает вещи не туда, где они красиво смотрятся, а туда, где они лучше сохраняются. И лучше всего, как в еврейской голове, мудрость, как известно, нигде так хорошо не сохраняется. Поэтому, говорит, он тебя и потроллил. Не разговаривай больше с ним. Но ей не помогло. Последний их разговор приводится в Вавилонском трактате, трактат Хулин, 60-й лист, сторона А. Сказала дочь кесаря раби Ишуа бен Ханани. Ваш Бог плотник. Я читала, говорит, вашу Тору. Твой Бог плотник. Он ей говорит, это как? Откуда взялось? Она говорит, в Тегилим написано, что он возвел свои чертоги, то есть свои дворцы, над водами небесными. Над водами. На воде невозможно строить из камня. Камень утонет. И дворец Бога вывалится сквозь небо прямо нам на голову. А раз он не вываливает, значит, он плавает на воде. А раз он плавает на воде, то он деревянный. Значит, твой Бог плотник. Он говорит, допустим. Чувствую, что это не конец разговора. Так вот, если твой Бог плотник, скажи ему, пусть сделает мне веретено. Веретено. Значит, что такое веретено? Заостренная палочка, на которую, собственно, и наматывается нитка в процессе, как сказать правильно, пряжи, пряди, изготовления пряжи. Велик и могучий русский язык. Чего ее надоумило? Значит, Талмуд имеет две версии по этому поводу. Версия номер один. Это действительно издевательство. Если твой Бог плотник, пусть сделает мне щепочку. Как бы именно вот так Талмуд предлагает понимать. То есть, ну он же не сделает для меня щепочку. Значит, вот не работает твой Бог. Значит, вот тебе тупик иудаизма. Ну, то есть, как бы пусть мне хоть что-нибудь сделает самое простое, а не прошу сложное. Щепочку. Но второе мнение Талмуда гораздо интереснее. Дело в том, что в римском протоколе Матрона, то есть замужняя женщина, а ее муж как называется? Матрицей. Патрон. Он патрон, она Матрона. Вы не знали? Нет. А если девушка молодая на выданье, Матронита. А, 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 нет, что ты смеешься? Сейчас будет недосмешно. Мальчик на выданье. Подожди, подожди. А если вы дали Матрона? Нет, нет. А если это богатая женщина, хозяйка дома, в дорогом платье, ее изображали полной, сидящей такой на стуле, почтенной. Называется это по-русски? Матрошка. Матрошка. Это Матрона, малынкая, игрушечная Матрона. Понятно? Матрошка. То есть госпожа, да, господыня. Так вот, в римском протоколе замужняя женщина, то есть Матрона, она сидит дома с прялкой. На всех римских древних изображениях почтенные жены, они все с прялками. Почему? Прялка, вещь тяжелая, с ней в гости не пойдешь. Значит, так как сиди, жена, приди, пряжи, думай о вечном. Она поэтому, что она придет, должна сидеть дома. И таким образом, говорит римский протокол, ну так у них было принято, не шляется, где попало, и не компрометирует своего мужа. Сидит дома, думает о вечном, а вот когда муж придет, а он придет практически всегда с гостями, она будет поддерживать с ними светскую беседу. Она будет отвечать за то, чтобы им не было скучно, будет их веселить, рассказывать им разные забавности, гонять слух, чтобы быстрее носили еду и питье. И таким образом проявлять себя, как хозяйка этого дома, очень гостеприимная хозяйка. Абсолютно сексистская система, окей? Да, я ждал, что вы это скажете. Так вот, я вижу, как, я даже слышу, как вы молчите. Вот, и поэтому скажи своему Богу, пусть даст мне веретено, в переводе с римско-протокольного, пусть меня выдаст замуж. То есть она просит Раби Йошу Банхананию, помолись своему Богу, чтобы поскорее мне дал веретено, то есть выдал меня замуж. Это очень интересное понимание, нам открывает целый мир, что же у них там вообще происходило. Сказал он ей, жизнью клянусь, дальше Талмуд как бы многоточие ставит, а объясняют комментаторы, что здесь не приведена фраза целиком. Выражение жизнью клянусь означало в то время, примерно, может не надо, ну как бы умоляю тебя, мы говорим умоляю тебя, а он говорит, как бы клянусь своей жизнью, не к добру это, не надо лучше тебе. Знаешь, я как бы готов ответить я за это, что пусть я умру, если от этого тебе будет хорошо, тебе будет плохо, не надо, пожалуйста, жизнью клянусь. Она стала топать ногами, кричать, хочу, хочу, пусть дает. Он ей говорит, ты пожалеешь об этом, ты будешь проклинать тот миг, когда просила меня об этом. Не надо, прошу тебя, она кричала, никогда не пожалею, давай делай, что тебе приказано. Написано, что он помолился и уехал, помолился при ней и отчалил. Когда он приезжает туда через год, нам Талмуд рассказывает, что за этот год ее поразила проказа Лепра. В Риме была специальная площадь, которая так и называлась, Плацу до Лепра, площадь прокаженных. Эта площадь была окружена высоким парапетом, высоким бордюром, так что можно было только видеть, что там делается, но перелезть как бы непросто. Там в этой площади сидели, в циркуле, в этом круге, на арене, сидели прокаженные с прялками и пряли пряжу. Им люди бросали туда комки шерсти, им люди туда бросали шерсть, а они эту шерсть за день могли сделать нитками. И потом приходил человек, отдай мне мою шерсть, он бросал эту моток шерсти, а тот ему корзинку вот так бросал с едой. Потому что римляне считали и, говорит Талмуд, и были правы они в этом, что Лепра передается только при прикосновении живого к живому, но не передается через неодушевленные предметы и даже через еду не передается. Поэтому прокаженные, чтобы заработать себе на кусок хлеба, должны были делать какую-то работу, какую, которая не требует от них прямого физического контакта с другими людьми. И поэтому у них была площадь прокаженных. Посадили ее там, как и всех прокаженных, изолировали от других людей на этой площади. Принесли ей прялку, дали ей в руки веретено. Пшел рабе Йоша Банхананья в Сенат и обходил вокруг эту площадь. И увидел дочь Кесаря, Нерониху. Сидит, понимаешь, придет. Он ей через забор говорит, Ваше Высочество, нравится ли вам веретено, которое мой Бог вам дал? И она только в этот момент, чего, смотрит, ну веретено, веретено в вашей руке. И только тут она понимает, что она держит уже почти год это веретено в своей руке. Ну год как прокаженные. Она кричит, пусть сейчас же заберет у меня это идиотское веретено. Скажи ему, что я его не хочу. Не такого веретена я хотела. Он ей говорит, милочка, но я же предупреждал, вы же потом будете жалеть. Будь проклят тот день, когда я просила. Не такого веретена желала я. Скажи Богу, пусть сейчас же заберет. Сказал ей рабе Йоша Банхананья. Прекрасное веретено сделал тебе мой Бог, он ей сказал. Мне нравится. А твою просьбу, чтобы мой Бог забрал обратно то, что дал, отвечу я тебе так. Наш Бог еврейский настолько мудр и настолько же милосерден, что выполняет лишь одну молитву из десяти. А девять молитв оставляет без ответа. Ибо человек в девяти случаях из десяти просит что-либо на погибель самому себе. И был бы Бог глупым, он бы выполнял. Или был бы он не глупым, но злым, он бы тоже выполнял. Но он и умный, и добрый, поэтому не выполняет. А если уж выполнил, никогда не заберет назад. Никогда не заберет назад. Что на это говорит Алмуд? Если мы теперь поняли, что Бог никогда не заберет назад, то проси изначально в своей молитве, чтобы забрал. Не проси, чтобы дал, потому что потом не избавишься. Проси сразу, чтобы забрал. Что это значит? Если человек беден, пусть не просит денег, а пусть просит, забери у меня бедность. Если человек глуп, пусть не просит ума, а просит, забери у меня глупость. Забери у меня лень, забери у меня дурного друга, забери плохого соседа. Забери дурные привычки, дурной мой нрав. Говорит Алму, трудно представить, что к дочери Кесаря никто не сватался. Неужели никто не хотел породниться с самим Нейроном, что не было женихов? Как видно, ей все неподходящие были. Она как видна, а мы в этих женихах как в сару роемся. Она как видна их отвергала. Вместо того, чтобы просить Всевышний, поменяй мне точку зрения, дай мне другой взгляд, помоги, может быть, избавь меня от таких черт характера. Она просила еще женихов. Почему веретина не дают до сих пор? И об этом говорит раб Иошуа бен Хананья, зная о том, что потом не заберет, пусть это и будет формой твоей молитвы. Бог, забери, потому что если я попрошу дай, то потом я не смогу от этого избавиться. И вот это главная идея, которую как раз и открывает нам эта маленькая Агада, которая называется веретено царской дочери. На этом сегодня все. Спасибо за внимание.